От имени правительства Республики Казахстан рад приветствовать участников, гостей третьего международного железнодорожного бизнес-форума стратегическое партнерство 15-20, Центральная Азия. Она уже стала хорошей традицией проводить его в Астане. И вы знаете, что на этих форумах всегда принимает участие премьер-министр Республики Казахстан. Поэтому хотим бы еще раз поприветствовать и пожелать успеха в работе. Форум по праву утвердился в качестве авторитетной площадки для открытого диалога, обмена опытом, выработки единых подходов, позиций к развитию железнодорожной отрасли. Главное здесь, конечно же, тот потенциал по реализации транзитного и экспортного потенциала железных дорог пространства 15-20. Углубление интеграционных процессов и расширение сотрудничества между государствами Европы и Азии. Казахстан, благодаря своему геополитическому положению, находясь на стыке международных транспортных коридоров, располагая достаточно хорошей транспортно-коммуникационной сетью, имеет все предпосылки стать основным логистическим звеном, соединяющим Европу и Азию. И заинтересованность стран Азии и Европы формирование устойчивых транспортных сообщений в нашем регионе усиливает необходимость комплексного подхода к развитию транспортно-логистической отрасли страны. Глава нашего государства Устанавич Назарбаев уделяет особое внимание развитию транзитного потенциала реализации масштабных инфраструктурных проектов, интеграции автомобильных и железных дорог региона в международную систему транспортных коридоров. Президент страны выдвинул идею реализации крупного проекта «Казахстан. Новый шелковый путь, который будет способствовать становлению Казахстана как торгового, логистического и делового хаба Центрально-Азиатского региона и, главное, транзитным мостом между Европой и Азией. В числе завершенных проектов транспортной отрасли можно отметить строительство очень важных проектов, таких как железнодорожные линии, ЖТГ «Фаргос» почти 300 километров, Узень государственной границы с Туркменистаном в целом 930 километров. В этом году началась реализация масштабных проектов по строительству новых железнодорожных линий «Джисказгам-Бенео». Это почти тысячи километров железнодорожного полотна и Аркалык-Шубархуль – 215 километров. Все эти проекты позволят нам увеличить объем грузов из Азии в Европу. В минувшем году грузовые перевозки по транзитным коридорам республики составили 16,5 миллионов тонн. Согласно экспертным оценкам, к 2020 году объем грузопотока через Казахстан вырастет до 35 миллионов с последующим увеличением до 50 миллионов тонн грузов. В рамках нового «Шелкопути» ключевое значение будут иметь такие проекты, как создание международного центра приграничного сотрудничества «Харгос» и «СЭС-Харгос». Пограничный переход между Казахстаном и Китаем является перспективным международным хабом, который будет включен в сеть регулярных контейнерных маршрутов пространства 15-20. Кроме того, по поручению нашего президента на базе компании «Казахстан-Тимир-Жилы» создается национальная транспортная логистическая компания «Оператор». Она будет интегрировать железнодорожные, морские, авиа- и автоперевозки, обеспечивающие доставку грузов по принципу «от двери до двери». Отмечу значимость проекта по расширению морского порта «Ахтау», через который в будущем планируется увеличение грузопотока до 22 миллионов тонн. Мегапроект автодорожного коридора «Западная Европа-Западная Китай» позволит Казахстану стать одним из важнейших международных транспортных и транзитных узлов на Евразийском континенте. Мы придаём очень важное значение укреплению транспортных связей в едином экономическом пространстве. Ведётся работа по созданию объединённой транспортно-логистической компании России, Белоруссии и Казахстана. Реализация этой идеи повысит транзитный потенциал направления Азии и Европы и конкурентоспособность железнодорожных перевозок на рынки транспортных услуг. Правительством Казахстана одобрены механизмы развития транспортно-логистической системы Республики. Мы нацелены на совместную плодотворную работу в транспортной сфере. Последовательная реализация намеченных планов, безусловно, позволит сформировать устойчивую систему евразиатских транспортных коридоров. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимно выгодным и эффективным. Благодарю за внимание и желаю всем успехов, хороших идей, реализации намеченных планов.